Привет-привет, меня зовут Анна Каферина и вы на моем канале YouTube. Сегодня я расскажу о стильной верхней одежде для городского жителя. Главная верхняя одежда в гардеробе городского жителя это, конечно же, пуховик. Я думаю, что 99% людей на нашей планете носят и предпочитают носить пуховик. Пуховик должен быть прямого силуэта, либо немножечко баллончиком. И ни в коем случае не берите, не используйте в своем гардеробе устаревшие прилегающего кроя модели. Модели с резинками, модели с декоративными деталями. Все это уже не работает в современном гардеробе и не стоит обращать на них внимание. И лучше от них избавиться, если хотите выглядеть стильно и современно. В современном пуховике капюшон лучше выбирать без меха или тем более без искусственного меха, потому что он смотрится слишком куца и не современно. Вообще модели с мехом лучше выбирать для загородных поездок, а в городе использовать более лаконичный и простой вариант. Чтобы подчеркнуть талию в своем пуховике, сейчас нужно для этого использовать ремень. Широкий ремень, сантиметра 3, наверное, толщиной. Он может быть кожаный, он может быть замшевый, тканый, какой угодно, подходящий к вашему пуховику или делающий акцент именно на вашей талии. Чтобы ваш образ в пуховике смотрелся лаконично и не по-спортивному, вы можете использовать сапоги кожаные или замшевые и вместо рюкзака использовать сумку. Сумку лучше выбрать жесткой формы и подобрать к ней сапоги, чтобы ваш образ в целом смотрелся не спортивным, а элегантным городским. По длине вы можете взять пуховик любой длины, от короткой до длины, в зависимости от того, что вы с ним носите. Если вы предпочитаете брюки и джинсы, вы можете выбирать короткий пуховик. Единственный момент, лучше использовать, конечно, модели, которые закрывают ягодицы, чтобы вам туда не надуло. Если вы любите носить платье, то берите пуховик, который будет закрывать самый длинный подол вашего платья или юбки. Таким образом, вы решите проблему длин, и ваш образ в целом будет смотреться хорошо, лаконичен. В современном гардеробе шубы, так же как и пуховики, используются без деталей, без каких-то наворотов. Максимально простой, лаконичный, прямой крой будет идеальным вариантом для шубы. Вы можете использовать натуральный мех или искусственный, какой вам больше нравится, какой вам больше лежит в душе. Но могу сказать сразу, что уже второй сезон подряд так называемые чебурашки, шубы из искусственного меха, невероятно популярны, и многие модницы выбирают именно их, поскольку они гораздо дешевле, чем шубы из натурального меха, и ничуть не хуже смотрятся. Единственное, что могу сказать по цвету, и для натуральных шуб лучше используйте натуральные цвета, это темно-коричневый, черный или какие-то светлые, но, опять же, натуральные цвета. Для искусственной шубы вы можете использовать любые цвета, какие вам больше нравятся. Единственный момент, если вы, так же как и я, жительница средней полосы, не покупайте шубу неоновых расцветок, несмотря на то, что неон – это тренд, набирающий популярность, и я думаю, что весной уже все мы будем пытаться приручить неон. Дело в том, что для жительниц средней полосы, для жительниц славянского типа внешности, неон совершенно убивает внешность, поэтому в качестве одежды, которая у вас близко к лицу, лучше ее не использовать. Используйте другие яркие цвета, кроме неона. Сейчас в гардеробе очень хорошо работают дубленки. Они могут быть точно такого же силуэта, как пуховик или шуба прямые, либо очень популярной модель авиатора. Модель авиатора должна быть немного оверсайз, и обязательно закрывать ягодицы. В таком виде она будет очень современная и стильно выглядеть. Цвет авиатора выбирайте на свой вкус. Самыми стильными и модными в этом сезоне являются бежевые и коричневые, поэтому можете обратить на них внимание, но обязательно аккуратно выбирайте бежевый и коричневый цвет, потому что этот цвет очень капризный, и его нужно обязательно выбирать к своему типу колориту и типу внешности. Парка пришла к нам из гардероба тинейджеров. Именно они первыми обратили внимание на эту потрясающую деталь верхней одежды, и все очень их полюбили и начали носить. Парка в зимнем ее исполнении должна быть обязательно из хорошей ткани, потому что снег не простит вам ткань, которая пропускает влагу, и она не будет работать в вашем гардеробе. Поэтому выбирайте парки влага-водозащищенные, чтобы вам было в них тепло и комфортно. На внутренний слой советую брать лучше мех, он хорошо греет и хорошо работает, прям самые суровые холода. По цветам советую уйти уже от семя любимого болотного, он уже настолько всем приелся и надоел, что ничего нового вы с ним не привнесете. Поэтому советую брать чистые цвета, яркие, красочные, чтобы зимой вас было видно. Я поделилась с вами своими стильными секретами по выбору верхней одежды на зиму, и буду рада вашим комментариям и вопросам под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok